Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о таких хороших вещах, о которых меня просили рассказать, мои уважаемые зрители, подписчики, а именно о том, какие характерные отмены происходили, на какие характерные нарушения обращали внимание в апелляционные, в кассационные инстанции, в Верховный суд. Дорогие друзья, я приведу вам несколько примеров сегодня. Конечно, их бесконечное множество, по разным основаниям отменяются судебные решения. И, конечно же, прежде всего, они отменяются там, где принято решение незаконное по своей сути. И вот там, где решение по своей сути незаконное, неправильно, там, где не соблюдался гражданско-процессуальный закон, там, где не соблюдался гражданский закон как материальное право, там, конечно же, есть основания для отмены. Но есть и отдельные моменты, специфика, о которой мы сегодня поговорим. Из последних отмен у нас было отменено по нашей апелляционной жалобе судебное решение. Апелляционная инстанция постановила свое решение. Там, где, защищая в гражданском споре права, мы предъявили два требования. Первое требование это о взыскании денежной компенсации за неотделимые улучшения и об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Причем у нас было таких несколько споров. Вот я сейчас об одном из них рассказываю. И там были практически однотипные победы. О чем я говорю? Дело в том, что суд при рассмотрении данного дела очень много внимания уделил. Тому, чтобы рассмотреть именно по неотделимым улучшениям и пытались придать вид законности своим действиям. Но там, где речь шла об истребовании имущества из чужого незаконного владения, они практически не рассматривали. И что самое интересное, не отобразили эти моменты в судебном решении. Поэтому мы в апелляции прямо об этом и писали. И апелляционный суд с нами согласился. Следующий момент, вот он касается недвижимости. Тоже очень характерный. Недавно было судебное решение. Там отменяли не в апелляции, там отменяли в касации. Там мы просили расторгнуть договор купли-продажи недвижимости. По тем основаниям, что фактически это был не договор купли-продажи, а договор займа, замаскированный под договор купли-продажи. Поскольку по нему оплачивался и возвращался займ. Оплачивались проценты. И об этом была именно договоренность. Но пытались доказать, что здесь имел место якобы действительно договор купли-продажи. Мы оспаривали это все дело. И касационная инстанция действительно отменила. По тем основаниям, что не было никаких доказательств того, что имущество передавалось. Были доказательства того, что оплачивалось. И вот здесь основанием для отмены судебного решения стало то, что во многих касациях, в апелляциях мы указываем это то, дорогие друзья. Там где суд практически не исследует доказательства. Не рассматривает их и так далее. Поэтому, дорогие друзья, вот на эти моменты обязательно обращайте внимание. И конечно же, дорогие друзья, очень много отмен судебных решений. Там где существенным образом нарушались права, которые предусмотрены гражданско-процессуальным законодательством. Были отмены там, где был незаконный состав суда. Менялся по ходу рассмотрения дела. Я опять-таки говорю из последних. Потому что, дорогие друзья, за 30 лет судебной практики, вы представьте, там объем очень большой. Я сейчас говорю вот именно из последних, которые в этом году, в ближайшие месяцы происходили у нас отмены. Там где был незаконный состав суда, там где не разъяснялись права, там где очень часто, кстати, несколько дел было там, где люди не были уведомлены надлежащим образом о дне времени проведения судебного заседания. Это прям очень характерно, много таких дел. Поэтому на это тоже очень сильно обращайте внимание. Была отмена связанная с непроведением подготовки надлежащей дела к судебному разбирательству. Очень характерная. И там мы заставили суд работать. В общем, дорогие друзья, были отмены связанные с неправильной процедурой торгов проведенных. Это было имущество, которое, ипотечное имущество. Там признали торги недействительными. Был отменен договор купли-продажи недвижимости. По трудовому спору была очень характерная отмена. Там, где суд первой инстанции не усмотрел понуждение к увольнению, апелляция усмотрела. Вот это, дорогие друзья, те основные моменты характерные, на которые хотелось бы обратить внимание. Но, конечно же, это, дорогие друзья, далеко не все. Это я вот сейчас из самых последних привожу. И, конечно, дорогие друзья, если у вас есть необходимость подготовки тех или иных документов, пожалуйста, обращайтесь. Всегда с удовольствием поможем. Счастливо.